Девушки настраиваются на прием гостей. Курсантки в возрасте от 12 до 16 лет проходят в лагере самую настоящую военную подготовку. Интерес к службе в органах внутренних дел у большинства из них велик. Мы сегодня хотим вам рассказать про учебу и про службу в органах внутренних дел. Вы можете обратиться к нам в отдел кадров. Мы направляем на учебу Московским университетом ДТ России имени Кикотя. Одинцовские полицейские представители молодежного парламента назвали эту акцию «Безопасное время». Ее главные цели – повышение правовой грамотности несовершеннолетних, профилактика подростковой преступности, а также привлечение неравнодушной молодежи в ряды общественников. Я верю в нашу молодежь. Мы всех призываем вступать в работу в молодежный парламент Одинцовского округа и по месту пребывания каждого. Очень удивили от увиденного, от масштабов, от тех энергичных детей, которые здесь находятся, как они нас тепло встретили, как они себя ведут, как у них здесь все организовано, какие у них вожатые. Почаще бы таких лагерей на самом деле были не только в Одинцовском городском округе, а по всей России для того, чтобы дети могли развиваться, общаться, отделиться опытом, ну и все-таки в первую очередь проводить хорошо летние каникулы. Стражи порядка познакомили ребят с профессией полицейского, рассказали об особенностях работы подразделений. Заинтересовавшихся оказалось действительно много. Мы всегда очень рады гостям, и сегодня вновь к нам приехали гости, это сотрудники полиции и молодежного парламента. Встреча состоялась замечательная, вы сами прекрасно видели, что дети достаточно активно участвовали, задавали массу вопросов, и я уверен, им это все понравилось. Девушки задавали различные вопросы, какие экзамены нужно сдавать при поступлении в университет, есть ли ограничения по росту и здоровью, можно ли после учебы в колледже попасть в ВУЗ и многие другие. Мы даже не ожидали настолько, честно, теплого приема и такую заинтересованность девушек в вопросах об органах внутренних дел. Мы надеемся, что многие из девушек, возможно, пополнят наши ряды и придут на службу в органы внутренних дел. Девушкам напомнили о вреде табакокурения и употреблении наркотических веществ, о правилах безопасного поведения, в частности, на дороге. Ну а затем участники встречи сфотографировались все вместе. Участников акции оказалось настолько много, что они едва уместились в объективах. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.